Коллеги, добрый день. Давайте проверим звук, картинку, как нас слышно, видно. Так, ага, плюсики видим. Ага, ага, давайте мы дождемся побольше плюсиков. Так, давайте тогда начинать. Попрошу перед началом вас поставить огонечки. Давайте зажжем. Так, 11, 15, 17. Ну-ну-ну, все, до 20-ки дошли. Отлично, давайте начинать. Коллеги, добрый день. Рады приветствовать вас сегодня в нашем вебинаре, который будет посвящен обязательной маркировке. И спикерами сегодняшнего мероприятия будут менеджеры по развитию бизнеса в странах Средней Азии и Закавказья. Я, Жданов Юрий, и мой коллега Волгай Андрей. Добрый день, коллеги. Говоря о тайминге нашего мероприятия, мы постараемся уложиться в 35 минут и оставим 10 минут для ответов на ваши вопросы. Если на какие-то вопросы мы с Андреем ответить не успеем, то мы ответим на них письменно. Поэтому пишите свои вопросы, не стесняйтесь, задавайте, будем на все отвечать. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое маркировка, где она применяется, о ее положительных, отрицательных сторонах, ну и, соответственно, о том, как решения компании Axelot помогают нашим заказчикам справиться с проблемами, связанными с обязательной маркировкой. Но прежде всего я расскажу вам немного о компании, особенно для тех, кто впервые подключился на наше онлайн мероприятие. Итак, компания Axelot на рынке автоматизации цепей поставок уже более 20 лет. И за это время мы накопили огромнейший опыт в разработке и внедрении систем автоматизации. В своей работе мы не ограничены проектами только на территории Российской Федерации, но и также выполняем проекты в странах Средней Азии и Закавказья. И на сегодняшний день мы выполнили проекты уже в 16 странах мира. Все это возможно благодаря штату наших сотрудников, которые насчитывают уже более 300 человек и помогают выполнять более 100 проектов в год. Данный показатель позволяет нам занимать больше трети рынка ВМС России и примерно 80% рынка Средней Азии и Закавказья. Такой опыт позволяет нам развивать нашу систему, разрабатывать новые программные продукты. И на данный момент мы разработали уже 5 поколений ВМС-систем и 5 поколений ТМС-систем. Также необходимо отметить то, что компания Axelot – это группа компаний, объединенная в одну экосистему. И помимо проектов по внедрению автоматизации, мы также оказываем услуги по проектированию складских и транспортных бизнес-процессов, по технологическому проектированию склада и можем оказывать услуги по аутсорсингу складского персонала. Говоря о наших клиентах, стоит сказать, что мы выполнили уже большое количество проектов с обязательной маркировкой. И решения компании Axelot помогли нашим заказчикам вывести свои логистические процессы на новый уровень. Также, учитывая тренд или тенденцию в настоящий момент по обязательной маркировке в странах Средней Азии, мы ожидаем большое количество проектов по внедрению систем именно в этих странах. Далее мой коллега расскажет немножко историю про маркировку. Андрей. Да, вот я как раз хотел добавить, Юрий, большое спасибо тебе за вводное слово, да, и вот перед тем, как перейти непосредственно к функционалу нашей системы, да, рассказываю о наших системах, нужно немного погрузиться в историю маркировки, да, и понять, собственно, что она из себя представляет. Собственно, что такое маркировка? Маркировка – это текст или условное обозначение, которые предназначены для идентификации товара, либо конкретных каких-то его свойств. Еще в середине 20 века возникла острая необходимость в автоматизации рутинных работ на складе по сортировке и учету товаров. Ранее все эти процессы происходили с заполнением, с ручным заполнением документов, поиском нужной полки на складе. Все это требовало большого количества времени и приводило, конечно, к неизбежным ошибкам. Вот, и, собственно, рост товарооборота требовал кардинальных решений, которые бы позволили быстро и без ошибок решать задачи контроля и учета товаров на складе. И в связи с этим в 1949 году появился первый прототип, так скажем, линейного штрих-кода. А в 1973 году был продан первый товар с его использованием и была эта жевательная резинка. В настоящий момент мы имеем уже целый спектр элементов маркировки, которые применяются в различных отраслях и сферах деятельности человека. Собственно, эволюция вот того первого линейного штрих-кода привела к возникновению таких вариаций, как, например, код UPS, ION, двумерную версию штрих-кода, такие как PDF417, DataMatrix и QR-код. Все эти коды уже давно вошли в нашу жизнь, мы порой их даже не замечаем, вот, и, соответственно, мы даже не знаем о том, что, например, код DataMatrix разрабатывался специально для космической отрасли, а вот QR-код был придуман для кодирования информации на японском языке. Вот, и, Юрий, ты давай, как профессионал, наверное, расскажи нам немного о том, как сейчас маркировка проводится, применяется в нашем современном мире. Да, я хочу, знаешь, что сказать про японский, про QR-код на японском языке, я этого не знал, очень интересно, кстати, да, и проживательную иллюзию тоже. Но что в продолжении про маркировку хочу сказать? О том, что сегодня маркировка стала частью государственных систем мониторинга движения товаров. И в России действует несколько систем, такие как Честный знак, ЕГАИС, Меркурий, и каждая из этих систем отвечает за свой определенный перечень номенклатуры. И, к счастью или к сожалению, процесс внедрения обязательной маркировки, ну, никак не остановить, да, он неизбежен, и он затронет нас все. И он затронет, кстати, не только нас, но и все производственные отрасли, которые есть. Хотим мы того или нет. Так, например, к 2024 году в России станет обязательная маркировка для всех товарных групп, без исключения. И, конечно же, внедрение обязательной маркировки в России, ну, не может никак не затронуть страны, страны-соседи, да, ближние к нам, да, это страны Средней Азии, страны Закавказья. На сегодняшний день, кстати, да, продолжая про наших соседей, то на сегодняшний день обязательно маркировка продукции уже внедрена в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Уровень внедрения в этих странах различный, да, но, как показывает тенденция, как показывает правило, маркировка для всех товаров и в этих странах будет обязательна. Как пример нашего внедрения, как пример, точнее, внедрения обязательной маркировки мы рассмотрим в Республике Узбекистан. Так, в конце 2020 года на основании решения президента Республики о мерах внедрения цифровой экономики было принято решение о поэтапном внедрении обязательной маркировки и дальнейшем отслеживании товаров. После успешного проведения пилотного проекта с 2021 года маркировка стала обязательной для алкогольной и табачной продукции, ну, также частично для бытовой техники. Но на этом никто не остановился, да, и с 1 сентября 2022 года, то бишь этого года, маркировка станет обязательной для лекарственных препаратов во внешней упаковке с 1 ноября в первичной упаковке и в первом полугодии 2023 года для арфанных препаратов. Да, но и на этом никто не остановится, и до 2025 года будет выпущен специальный перечень импортных лекарств, которые будут также обязательны к контролю. Ну и далее, следующим этапом у нас идут прохладительные напитки и вода. Стоит отметить, что ответственность, да, за внедрение этой маркировки и за весь функционал по контролю лежит на двух компаниях, на таких компаниях, как CRPT Turon и ISL BGC. Конечно, плановые даты у нас могут немножко смещаться, мы это можем отметить и по России, но в целом, в конечном итоге все равно все задачи будут выполнены и обязательно маркировка все равно будет внедрена. Вот, и поэтому Axelot, основываясь на своем опыте, уже сегодня предлагает компаниям задуматься о внедрениях систем автоматизации и подготовке к обязательной маркировке. Да, Андрей, ты продолжишь? Да, да, я как раз хотел, позволю себе добавить немного об последствиях внедрения маркировки. Собственно, есть несколько положительных факторов внедрения. Во-первых, собственно, маркировка – это элемент общественного контроля и защиты прав потребителя. Каждый покупатель в режиме реального времени, да, может подойти к товару, отсканировать QR-код и убедиться в том, что он подлинный, узнать всю информацию о товаре, да, и узнать о его качестве, убедиться в его качестве. Во-вторых, для бизнеса существует возможность увеличить свою конкурентную способность. Связано это с тем, что серые компании, которые не смогут вести работу с маркировкой, они должны будут в итоге либо легализовывать как-то свой бизнес, либо уже закрыться, что, скорее всего, и произойдет. Вот, и, соответственно, образуется такой некий вакуум рынка, который позволяет уже честным компаниям заполнять его своей продукцией. Вот, и, конечно же, для государства тоже есть определенные плюсы. Они заключаются в том, что как раз серый рынок сокращается, повышаются, конечно, налоговые отчисления в бюджет, и, соответственно, происходит контроль товарооборотов на рынке. Вот, но, как обычно, есть и ложка дегтя в общей бочке меда. Вот, введение маркировки для бизнеса вводит ряд таких неприятных проблем. Первое, о чем хочется сказать, это, конечно, необходимость внедрения системы электронного документа оборота. Работать по старинке, как это было раньше уже на бумаге, не получится, к сожалению. Второе, это необходимость в закупке оборудования, которое работает с маркировкой, и внедрение систем контроля и учета этой маркировки. Третье, конечно, коды маркировки, они стоят определенных денег, соответственно, это накладывает на бизнес определенные дополнительные расходы и, соответственно, ведет к тому, что стоимость товаров для конечного потребителя, возможно, немного увеличится. Ну, невозможно, а, скорее всего, так и будет. Вот, и, наверное, самое близкое к нам – это то, что работа складов усложняется, процессы на складах увеличиваются по длительности, время операции увеличивается в связи с тем, что необходимо учитывать каждый элемент промаркированного товара. Вот, ну, то есть каждую единицу товаров промаркированного нужно просканировать, отметить и внести в свою базу. Вот, но благо существует такая компания, как Axelot, которая своими решениями может, как бы, нивелировать, если, как бы, не все, но большинство проблем, которые создает маркировка для бизнеса. Юрий, давай, предлагаю тебе начать немного о системе, и дальше я уже подхвачу. Да, я, знаешь, хочу отметить, ты прав, что сложностей будет очень много, особенно, знаешь, это затраты дополнительные, если нет системы автоматизации, и я, кстати, не представляю, как можно контролировать эти знаки без системы автоматизации, это увеличение штата. Увеличение штата явно, потому что по-другому такое количество товара, ну, никак не отследить, не отследить все эти кизы. И здесь я хочу поговорить с вами о том, как системы компании Axelot помогают в решении этих задач при условиях обязательной маркировки. Да, и сегодня, говоря о маркировке, мы с вами будем основываться на функционале нашего флагманского решения Axelot WMS X5. Однако, помимо этой системы, у нас есть еще две системы, такие как Axelot WOS X5 и Axelot WMS E5. Функционал и особенности данных систем стал результатом нашего опыта внедрения WMS на различных складах, на различных складах, как по номенклатуре, так и по роду деятельности самих компаний. Так, например, система WOS подойдет для складов, где необходимо быстрое и четкое выполнение всех складских операций, но в то же время внедрение WMS будет избыточным. И в противоположность, кстати, этому систему WMS E5, которая построена на отличной платформе, да, на платформе Dot&Core в сравнении с предыдущими двумя системами, и обладает микросервисной архитектурой и предназначена для складов, где преобладает высокая степень автоматизации и роботизации. Однако все три системы управления складом обладают функционалом работы с контрольными дезинфекционными знаками, да, и они способны гибко адаптироваться под какие-то изменения в законодательстве или требуемых регулятором, например, да. И, наверное, здесь стоит уже поподробнее про функционал рассказать. Да, давайте перейдем непосредственно к функционалу наших систем. Собственно, как Юрий уже говорил, основываясь на нашем обширном опыте, мы создали в наших системах максимально удобный и универсальный функционал для работы с маркировкой. Этот функционал заложен в базовую версию продукта, его не нужно дорабатывать, все, что требуется, уже есть в системе. Также этот функционал позволяет работать с любой номенклатурой товаров, подлежащих обязательной маркировке. Неважно, это будут соки, вода, фармацевтика, да, все можно обработать в нашей системе. И, собственно, функционал работы с маркировкой, зашитой в базовую версию, на начальном этапе не обязательно к настройке. Например, это удобно в тех случаях, когда пользователь системы, например, работает с товаром, который изначально не попадает под требования к обязательной маркировке, но впоследствии оператор, допустим, вводит этот товар в список и, соответственно, нужно будет только включить функционал работы с маркировкой и настроить его под определенные требования. Вот. Собственно, для работы с маркировкой в системе существует несколько уровней настроек. На первом этапе идет настройка глобальных процессов работы с маркировкой. На втором настраивается, собственно, модель учета, которая регламентирует правила обработки товаров. И далее настраиваются внутрискладские процессы по обработке, собственно, всех товаров. Глобальная настройка для системы, которая активирует работу с маркировкой, это учет по серийным номерам, акцизам и кизам. Собственно, при включении этой данной функции пользователю системы становятся доступны следующие процессы. Первое. Это запись строк серийного учета по задачам. Данный тип процесса позволяет вести запись кизов в ходе, собственно, процессов на складе. И, соответственно, это как раз тот основной функционал, который позволяет вести учет и анализ передвижения товаров. И, соответственно, предоставляет возможность передавать информацию о, собственно, этих передвижениях оператору маркировки. Второй процесс – это учет агрегаций или SCC-кодов так называемых. Данный функционал позволяет работать с агрегациями, создавать и расформировать их. В дополнение к этому в системе может быть активирован документ уведомления серийного учета. Запись в него как раз осуществляется при создании агрегаций, при их расформировании, при изменении их состава, ну и при любых вообще операциях с агрегацией. Ну и четвертым глобальным процессом для работы с маркировкой является параметр нормализованного и денормализованного хранения данных по запасам серийных номеров. Отличие этих параметров в том, что при нормализованной схеме учет серийных номеров ведется только по агрегациям. Собственно, это наиболее, так скажем, ускоряет процесс приемки, но единственное, немного увеличивает время на поиск определенного киза в системе. Но уже, допустим, при денормализованной схеме учет ведется не только по агрегациям, но и по кизам. Соответственно, мы при необходимости знаем, где конкретно какой киз находится и где хранится, но процесс приемки удлиняется. Вот. И как бы данный параметр позволяет пользователям системы выбирать, да, что для них важно, скорость процесса приемки, либо скорость процесса поиска конкретного киза. Собственно, после того, как мы определились с глобальными процессами, далее для детальной обработки товарных групп необходимо настроить модель учета. В контексте настройки модели учета для каждой товарной группы пользователь может определять, ведется или не ведется порционный учет, необходимо ли вестись учет по срокам годности, требуется ли конкретной товарной группе учет по маркировке. В том числе в модели учета регламентируются правила обработки товаров на складе. Например, существует возможность выбора этапа, на котором фиксируется киз. Это может быть этап приемки, это может быть этап отгрузки. Также эти два этапа могут быть включены одновременно. Тут уже по желанию и по настройкам, внедренным бизнес-процессам на складе. Собственно, также в модели учета возможно установить тип серийного номера, по которому осуществляется контроль. Это может быть акцизная марка, различные совершенно виды кизов, другие варианты маркировки. Тут как бы тоже система может подстраиваться под любые требования. И как бы еще в дополнение в системе пользователь может отметить, для каких групп товаров необходим учет агрегаций. Собственно, после настройки модели учета товарных групп необходимо настроить внутрисплотские процессы. Настраиваются процессы приемки, процессы отгрузки и очереди задач на их выполнение. Например, в системе возможно проведение сравнения планового и фактического поступления. Собственно, при интеграции, например, с производителем, либо напрямую с оператором системы, системы маркировки, система ВМС может запросить документ о плановом поступлении, в котором будет отражена информация о составе поступления, о составе кизов в поступлении и составе агрегаций. И при фактическом уже поступлении товара на склад, система будет сравнивать план с фактом. И при отклонении одного от другого, система не будет уже принимать незапланированные кизы. В очередях задач также можно установить параметр, который будет регламентировать, что именно необходимо ввести в систему при приемке. Это может быть как одновременный ввод кизов и агрегаций, это может быть ввод только кизов, либо ввод только агрегаций. Соответственно, это также остается на выбор пользователя системы. Теперь давайте обсудим процесс создания агрегации при приемке. Процесс на самом деле довольно простой и выглядит следующим образом. Изначально фиксируется код ячейки, в которой будет храниться агрегация. После этого фиксируется штрих-код пардона, либо короба, который впоследствии становится, собственно, агрегацией. И фиксируется киз товара, из которого мы хотим создать эту агрегацию. После этого мы переходим в форму создания агрегаций и сканируем, собственно, все кизы, которые необходимо в нее вложить, то есть которые должны войти в ее состав. После этого приемка завершается, формируется агрегация, и данные о ней попадают в документ формирования агрегации. И пока агрегация эта не будет подтверждена, она будет считаться недействительной. И, собственно, само это подтверждение может осуществляться либо в ручном режиме, либо путем интеграции. Для учета запаса серийных номеров и кизов в системе существует специальный документ, в котором содержится вся информация непосредственно о кизе, информация о товаре, о партии, о месте хранения, об агрегациях, признаке блокировки и доступности. Учет перемещений товаров ведется в документе о движении товаров. В нем производится запись о любом перемещении и о действиях товаров, что позволяет, собственно, отслеживать все эти моменты, все эти действия, да, что происходит с товаром. И, собственно, такие же документы у нас существуют и для агрегации. Также отмечу, что система Аксилот ВМС позволяет настроить состав информации, которую пользователь может получить из КИЗа. На этапе настройки пользователь определяет, какая информация для него важна, какая, в принципе, не требует особого внимания. Вот. Собственно, все эти настройки производятся на этапе внедрения системы, но впоследствии, там, при изменении каких-то требований, допустим, оператора, изменения работы, да, на складе, все эти параметры могут меняться. Без проблем, собственно, сам пользователь самостоятельно может их все поменять. После того, как мы, собственно, настроили все процессы, все модели учета для каждой группы товаров, можно переходить к работе и уже, собственно, передавать информацию оператору. Что теперь касается интеграции. Теоретически, как бы, интеграция системы ВМС и системы оператора возможно, но крайне и категорически нами не рекомендуется. В нашей системе мы, и в нашей практике, мы в 90% случаев используем систему передачи данных из ВМС в ERP, и уже система ERP, соответственно, интегрируется с системой оператора для передачи ему данных. Такая система, такая схема наиболее удобна и эффективна в связи с тем, что мы также в системе ERP можем отслеживать данные по контрагентам. которые не хранятся в системе ВМС. И данная схема создает дополнительный блок проверки информации перед отправкой ее оператору. Также, допустим, в случаях, если работа с маркировкой ведется на нескольких удаленных складах с независимыми системами ВМС, информация с них будет консолидироваться как раз в системе ERP и передаваться уже оператору единым блоком. Для обмена информации с регулятором в системе, для обмена информации с регулятором, допустим, о списанных, принятых, отгруженных кодах маркировки, в системе применяются различные классы сообщений. В том числе, допустим, существует такая возможность отчитываться оператору об отобранных образцах продукции, например, для лабораторных исследований. В процессе работы с маркировкой, да, случаются такие моменты, когда конкретный какой-то кист не проходит проверку. Для таких случаев в нашей системе предусмотрен функционал изъятия кизов. Пользователь может выделить проблемный киз в отдельную зону и, собственно, не держать всю остальную партию товара заблокированной, а передать ее далее в работу. Еще, да, хотел отметить как раз, что наша система управления складом готова к динамично развивающимся правилам операторов, да, и в некоторых случаях тогда, когда, ну, допустим, резко меняется какой-то список товаров, попадающих под обязательную маркировку, в системе предусмотрен функционал, который в модели учета товара позволяет установить дату, с которой обязательно маркировка, ну, собственно, маркировка становится обязательной, учет этой маркировки становится обязательной. И, собственно, при работе с этим товаром, например, с датой до этого момента, с датой производства до этого момента, Система не будет запрашивать сканирование киза. Ну и, собственно, наоборот. Также хочется сказать, что работать в системе Axelot WMS максимально просто и удобно. Для работы с маркировкой в системе предусмотрено специальное рабочее место, в котором фиксируются кизы, фиксируются все создания агрегаций, контролируется структура, также штрих-кода. При сканировании система сама может определить, что отсканированное изображение действительно является кизом и не даст ввести отличные от него значения. Собственно, как раз, да, недавнее наше новшество – это возможность копирования этикетки с кизом. Например, это полезно, допустим, в тех случаях, когда необходимо промаркировать товар, который находится в упаковке. Собственно, система при сканировании позволяет скопировать этикетку, распечатать ее и нанести, собственно, на отдельные единицы товара. На этом этапе, я думаю, что про функционал системы мы закончим. Верхнеуровневый функционал мы обсудили и рассказали. И, возможно, Юрий, у тебя что-то есть добавить? Да, Андрей, функционал, я бы не сказал даже, что это верхний уровень, такой объемный поток информации. Я думаю, этого на сегодняшний день или в рамках нашего вебинара будет достаточно. Я бы хотел еще рассказать про систему Axelot TMS, да, систему автоматизации перевозок. Ведь, как мы все знаем, контроль кизов должен происходить на всех этапах. А мы с тобой ведем вебинар именно только в ВМС-системе, но забывали о этапах доставки между складами, который может быть от склада производителя до конечного аптечного склада, или каких-то промежуточных складов в том числе. Так и для доставки конечному потребителю. Ведь отсутствие на данном этапе контроля, да, может привести к каким-то там катастрофическим посетям, что там складный производитель уехал, такое количество кизов и товара, да, а приехало совсем другое. Вот, ну и где, как проконтролировать? Вот, и вы зададете, конечно, ну, все, ты и коллеги зададут, конечно, логичный вопрос, а как в системе Axelot TMS, да, мы можем это контролировать? А очень просто. Контроль в системе ведется с помощью мобильного клиента, и на момент отгрузки, допустим, товара, да, на перегрузке на другой склад или к конечному потребителю, мы можем отсканировать всю агрегацию, да, допустим, грузового места, или же отсканировать эти кизы пономенклатурно. Тем самым мы, и хочется еще добавить, да, про интеграцию, что при вот таком сканировании, да, вся информация подает в систему TMS, TMS посредством интеграции подает все в систему ERP, а ERP уже, соответственно, говорит регулятору о том, что такие-то кизы, такой-то состав, там, номенклатура вышел из оборота компании. Да, выбыл из оборота, да, и пожалуйста, больше ко мне там не иметь никаких вопросов, да, по этим товарам. Вот, это очень облегчает жизнь, потому что часто возникают вопросы вот на этих этапах доставки. Особенно хочется отметить, что актуальность, актуальность систем TMS в части вот сканирования кизов и отгрузки пономенклатурно или по агрегациям возникнет в скором времени в России, так как в скором времени здесь появится у нас возможность продавать медикаменты через интернет, да, что в свою очередь, как я уже говорил, наложит различные обязательства на службы доставки для предоставления отчетов регулятору, да, и, ну, как и в случае, с маркировкой, этот сервис, скорее всего, да, перетечет плавно, там, и коснется, да, да, страны Средней Азии и из-за Кавказа, да, соответственно. В заключении, в заключении, наверное, всего вышесказанного, да, хочется подытожить и сказать коллегам о том, что какие бы изменения, новые законы, там, не знаю, измененные правила регулятора не коснулись вас, система компании Axelot всегда помогут вам, помогут вам гибко адаптироваться под эти изменения, контролировать все идентификационные знаки, которые вдруг исторически появятся какие-то новые, да, дополнительно, да. Ну и, конечно же, гибко и спокойно перенастроить систему под новые требования и под новые нужды, да, это, наверное, одно из самых главных. А, ну и, конечно, хотелось бы отметить еще одно, это наш выбор транспортных средств в системе, да, как мы знаем, у нас же медикаменты, они не только, там, при комнатной температуре, да, могут храниться, но и, соответственно, есть различные нюансы, которые накладываются на режим хранения и режим транспортировки, вот, поэтому в системе тоже гибко подбираются транспортные средства в зависимости от условий хранения или привозки той или иной номенклатуры. На этом, я думаю, мы можем подытожить или, Андрей, у тебя есть что добавить? Да, я тут хотел озвучить некую важную информацию. Как вы все, наверное, знаете, компания Axelot всецело, да, вывлечена, и уже, наверное, поняли, что компания Axelot всецело вывлечена в процессы работы с маркировкой. Мы на собственном опыте уже убедились в том, что эта тема довольно-таки сложная и запутанная, да, особенно на первом этапе. Вот, и для того, чтобы делиться своим опытом, рассказывать о наших решениях, отвечать на ваши вопросы, знакомиться с вами лично, мы запланировали еще несколько мероприятий, которые, собственно, станут логическим продолжением нашего сегодняшнего вебинара. Первая встреча у нас запланирована на 31 августа, она пройдет в формате бизнес-завтрака. Второе большое мероприятие в формате уже конференции запланировано на 19 сентября. На эту встречу также будут приглашены эксперты от компании Axelot.GC, с ними также можно будет пообщаться, позадавать им вопросы, а мы еще более, так скажем, углубленно расскажем о наших системах, не только о функционале работы с маркировкой, да, а в целом о всем функционале. Вот, эти две встречи пройдут в Ташкенте. Также мы будем участвовать в выставке «Транслогистика» в Казахстане, которая будет проходить с 20 по 22 сентября. Пожалуйста, тоже приходите на эту выставку, мы будем участвовать со своим стендом, будем рассказывать, показывать все, что сможем. Вот, и как бы во всех этих мероприятиях мы дополнительно разошлем всю информацию всем присутствующим и тем, кто зарегистрировался, и дополнительно выложим ее в нашем телеграм-канале, конечно же, в котором… В инстаграм-канале. В инстаграм-канале, в котором вы можете постоянно находить самую актуальную информацию о мире логистики. Пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь, подписывайтесь, не забывайте, пишите нам вопросы, мы готовы на все ответить. Наверное, самый интересный вопрос, ты его увидел, это про бизнес-завтрак, да, он взбудоражил сердца, я так понимаю, платный он или нет? Нет, все у нас бесплатно, мы делимся своим опытом безвозмездно, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, все бесплатно.